И также в России проверяют на экстремизм и связи с иноагентами игрушки. По мнению чиновников, неправильные куклы, мишки и машинки представляют угрозу традиционным ценностям. Нелояльности подозревают даже смайлики и эмодзи в смартфонах. Охотанные на комыслящих в России сопровождаются массовым доносительством. Госдуме уже не справляются с анонимками и предлагают упорядочить процесс подачи жалоб. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Россиянам могут запретить анонимки. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева заявила, что депутаты не должны отвечать на анонимные жалобы. Они просто не справляются с лавиной анонимок, пожаловалась Тимофеева. В ближайшее время ее комитет собирается выступить с законодательной инициативой, которая регламентирует обращение россиян к чиновникам. При этом депутат напомнила, что россияне могут свободно обращаться с вопросами в органы власти. Но по закону в письме необходимо указывать фамилию, имя отчества, дату обращения, а также ставить личную подпись. В свою очередь при подаче жалобы в электронном виде нужно указывать имейл. Из публикации в телеграм-канале The Moscow Times. Доносительство в России приобрело масштабы эпидемии. На Камчатке врача оштрафовали за дискредитацию армии. Донос написала коллега, записавшая их разговор на диктофон. В своем кабинете отоларинголог Наталья Яценко из Вилючинской городской больницы назвала Россию страной-агрессором. А борьба с якобы пропагандой ЛГБТ и вовсе превратилась в охоту на ведьм. Маргарита Катенко донесла на главу поселка Капцыгай-Туй и его жену, директора Дома культуры, за то, что на утреннике местный подросток выступал в костюме снегурочки. В этом доносчица усмотрела покушение на традиционные ценности. Жителей села донос возмутил, и они написали на Катенко заявление в полицию. Юмористическую сценку подростков Маргарита пыталась выдать, общаясь с земляками в чаток, за что-то, выходящее за рамки наших традиционных ценностей. Александр Осипов, губернатор Забайкальского края, в Телеграм. 30 ноября 2023 года в закрытом режиме Верховный суд России вынес решение о признании несуществующего международного движения ЛГБТ экстремистской организации. Теперь россиян можно оштрафовать или отправить в колонию за использование ЛГБТ-символики, за атеизм, общение в соцсетях и, конечно, массовые протесты. Будут привлекать за радужные флаги, опубликованные в соцсетях 10-15 лет назад. Могут привлекать за публикацию другой символики, которую просто правоохранители посчитают символикой, принадлежащей вот этому запрещенному мифическому международному движению ЛГБТ. А пока депутат Госдумы Алексей Журавлев требует запретить смайлики и эмодзи, которые, по его мнению, пропагандируют нетрадиционные ценности. По его словам, они плохо влияют на детей. Заподозрили в плохом влиянии на подрастающее поколение и игрушки. В России решили проверить их на экстремизм и связи с инагентами. В Федерации будут проводить психолого-педагогическую экспертизу кукол, плюшевых зверей и конструкторов. Даже разработали некий ГОСТ. По мнению организации «Российская система качества», игрушки могут провоцировать юных россиян на употребление наркотиков и представлять опасность, если их изготовили так называемые инагенты. Роскачество уже занялось исследованием куклы Барби, а раньше провело оценку игрушки Хаги-Ваги. Надежды исследователей не оправдались. Большинство детей плюшевого монстра не испугались. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.